Здравствуйте! В эфире программа «Источник успеха» и ведущий Алексей Воинов Елена Цуркан. Сегодня у нас в гостях Денис Чалов, генеральный директор компании «Агрупп Россия». Здравствуйте! Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, Денис! И, Денис, первый вопрос к вам, как вы пришли в область, скажем, управления человеческими ресурсами, скажем так, и это был случай, или вы к нему осознанно шли, или как-то вот вас какие-то наставники, так сказать, направили? Вы знаете, Алексей, путь, конечно, был долог и тернист, и, безусловно, в тот бизнес, в котором я сейчас нахожусь, я пришел не сразу, долгое время работал в области разработки программного обеспечения. И в какой-то момент мне показалось, что все, вот пришел этот момент, когда я больше уже не могу работать на кого-то, мне стало достаточно сложно мириться с теми решениями, которые принимались другими людьми вокруг меня. У меня было свое мнение, я хотел что-то изменить. Ты стал тесно с владельцами бизнеса? Да, мне стало тесно даже не сколько с владельцами бизнеса, которые были очень далеко, они были в Соединенных Штатах, а те люди, которые были ближе, принимали решения, я с ними был не согласен. Я как раз решил уйти в свой бизнес, но при этом я кардинально поменял индустрию. Я ушел из разработки софта в кадровый бизнес, то есть я занялся подбором персонала, поиском и подбором персонала. Мне очень повезло с моим партнером, это человек, который очень долгое время проработал в этой индустрии, и мы с одной стороны начали это с нуля, с другой стороны уже был какой-то наработанный надел, который мы сразу начали использовать. Мы стартовали в 2008 году, в самом начале, как раз еще до этого экономического кризиса. Он очень сильно ударил по этой отрасли, мы, слава богу, пережили все эти трудности, но это далось нелегко. И как раз в 2009 год, когда и страна, и многие компании, и наши клиенты на тот момент переживали все последствия этого экономического кризиса, стало понятно, что вот эта отрасль, она изменится неузнаваемо, и нужно что-то делать. На тот момент была тоже очень интересная идея, которую мы обсуждали с моими будущими партнерами на тот момент, с моими близкими друзьями. Это уже IT-индустрия, это облачные услуги для бизнеса. На тот момент мы запустили компанию как раз для малого и среднего бизнеса. На тот момент это был вообще какой-то домашний синхозатрон, в принципе, все эти понятия. Я согласен полностью, это было совсем неизвестно для рынка, особенно для маленьких компаний, которые никогда об этом не слышали, не понимали, зачем им это нужно. И тоже было очень сложно приходить к ним, объяснять, рассказывать, показывать на пальцах буквально, потому что они, мы говорили совершенно в различных терминах. Они жили в двухмерном измерении, а вы в третье измерение. Да, да. Да, но вы сами-то точно понимали, что вы делаете? Или вы в процессе росли и находили ориентиры? Очень правильный вопрос. У нас было ощущение, что да, мы понимаем, что это нужно, что это нужно маленьким компаниям, для чего им это нужно. У них было свое представление. И вот это одна из тех ошибок, которые мы на тот момент совершили. Мы фактически пытались им предложить нечто, не до конца поняв их потребности. И это то, что я потом уже впоследствии старался изменить уже в том же самом АГРУП. Получилось так, что вот на тот момент я занимался как раз и продолжал работать в кадровой индустрии. И мы с партнерами развивали вот этот облачный бизнес. Все это было параллельно. И с другой стороны, не очень эффективно, потому что заниматься двумя компаниями одновременно, это очень сложно и эффективно. Получалось, что вроде бы и не там, и не там развития такого, как мы планировали, не было. Поэтому в конце концов я принял решение больше уже фокусироваться на второй компании, на облачной индустрии. А первая компания, она продолжает работать, ее развивает мой партнер. И я, в принципе, пока не вышел из этого бизнеса, но активно им не занимаюсь. И в какой-то момент, пробуя различные варианты тех продуктов, услуг, которые мы можем предлагать малому бизнесу, я понял, что, наверное, в какой-то момент мы потеряли тот момент времени, когда можно было активно стартануть. И нужно было уже что-то менять, причем очень сильно, нужно было двигаться в другом направлении, переосмысливать, опять же, свои продукты и услуги. Это то, что сейчас компания и делает. А в 2012 году ко мне как раз обратился акционер компании Агрупп. Мы на тот момент были с ним знакомы, потому что пересекались по кадровому бизнесу. Он был нашим клиентом и как раз предложил поучаствовать в развитии компании, в развитии бизнеса в России и создать новый продукт, который бы отличался от всех других и был бы уникальным. Но на тот момент я еще не знал, что бизнес Агруппа, он очень сильно в какой-то момент повернется. И опять произойдет вот та ситуация, когда мы под, даже не то, что под давлением рынка и клиентов, а мы просто в какой-то момент найдем вот то направление, которое было неизвестно и невидимо в самом начале, и которое, на наш взгляд, может привести компанию в очень светлое будущее. Поэтому сейчас я как раз нахожусь в общем-то в таком сплаве, с одной стороны, IT-технологии, в которых я работал с самого начала своей карьеры, с другой стороны, кадровой индустрии, в которой я тоже уже 4 года проработал. Но в чем-то очень интересно, потому что существует мнение, что люди, которые занимаются именно IT-технологиями, потому что требуют скрупулезности, какой-то, может быть, даже отрешенности от мира, они там не то, что, ну, скажем, конечно, там... В области HR активно развиваться не могут. Ну, то есть, как бы, наоборот, стараются... Ну, и не очень хорошо коммуницируют в обычном общении. Стараются закрыться, потому что им проще, вот, скажем, написать, чем сказать. А все-таки HR это такой, ну, целая, скажем, индустрия постоянного общения, психологии, то есть куча людей проходит. Это вот все так. Вот как... В этом, наверное, и уникальность. Да, наверное, потому что вы с вами смогли соединить, да, вот эти две абсолютно как бы разные вещи. Мне как раз годы работы в кадровой индустрии очень сильно помогли, потому что я общался с совершенно различными людьми. С такими людьми, с которыми я в своей жизни раньше никогда не встречался. Я начал смотреть на мир по-другому. Вот это позволило мне как-то перевернуть свое мировоззрение. И в силу того, что я общался с людьми совершенно из разных индустрий, с уникальным опытом, в том числе с владельцами своего бизнеса. И вот это позволило как-то, во-первых, мне развить себя. Я стал действительно более коммуникабельным, потому что до этого, да, там, я был айтишником, несмотря на то, что, да, там, руководил департаментом и все такое. Но, тем не менее, вот этой коммуникабельности мне, наверное, не хватало. И это то, что позволило... Ну, общение с программами не требует другого немножко, там, не скажем, настроения, энергетики другой, правильно? Потому что так, иначе программа не поймет. То есть тут нужно быть в чем-то специалистом. Ну, вот эта команда, вот насколько вот важна, вот вы сказали, что у вас был, на тот момент появился партнер, скажем так, с которым вы идете. Вот кроме него какие-то люди, ведь очень важно, вот при построении бизнеса, в том числе, это вот какая-то команда, вот они как-то с вами переходят, вот, скажем, из бизнеса в бизнес, или вот там... Вот эти направления и повороты вместе с вами проходят, которые случаются. Или вот как-то вы их оставляете там на дозорах на каких-то... Вы знаете, до того, как я ушел в собственный бизнес, я тянул команду за собой. Но это то, что касалось IT. После того, как начал развивать свои компании, так как они не пересекались вообще никак по индустриям, по тем профилям людей, которые требуются в IT-шной компании, в кадровой компании, эти люди оставались. Пока мы работали активно в кадровой компании и переживали этот кризис, у нас два раза сменилась команда. Первый раз это как раз когда произошел кризис. Мы очень многое переосмыслили, мы поняли, какие ошибки мы тогда совершили. Это были страшно глупые ошибки начинающих, так сказать, бизнесменов, которые, наверное, еще с точки зрения оценки рисков ничего не понимали и не смотрели далеко вперед. Сейчас, конечно, это уже все по-другому, опыт научил. К сожалению, личный опыт. Сейчас же, работая в Агрупп, мы стараемся, во-первых, развивать существующую команду, с другой стороны, если мы набираем к себе людей, то мы очень тщательно подходим к процессу отбора. Мы хотим, чтобы эти люди очень органично выливали в существующий коллектив. Даже если люди, которые хотят прийти к нам, они, что называется, семипяди во лбу, очень умные, очень опытные. Но если они не могут вписаться в коллектив, ни в коем случае, это однозначно будет потеря времени. То есть коллектив для вас ценен очень все-таки, вот это важно понять. Мне важны люди, которые разделяют наши взгляды, и мои взгляды в том числе, и ту идею, которая стоит за бизнесом. То есть если они хотят активно принимать участие в развитии тех продуктов и услуг, которые мы предлагаем. Такие пассионарии, как бы, да, наверное? Да, да, да. Именно единомышленный. Пассионаризм. Я готов мириться с тем, что у человека не хватает какого-то опыта, каких-то навыков. Все это набирается в процессе, он обучается и так далее. Но если он не разделяет нашу картинку, наши ценности, то ничего не получится. Да, это очень важно на самом деле. Действительно, если человек, скажем, он никак как робот же не может работать, он должен быть как-то в коллективе. Ну, каждый привносит свое, главное, чтобы это было гармонично, не шло в разрез сознанным. Вы помните первое свое, скажем, такое чувство успеха? Ну, скажем, я не говорю там в студенчестве. Когда что-то получилось. А вот что-то получилось, вот действительно такая вот, не то, что там эйфория, какой-то экстаз, но какое-то вот то, что вы почувствовали, и как бы дало вам шаг вперед сделать, и такой небольшой, как маховик, что ли, закрутился. Какие-то были такие у вас сейчас, можете... Ну, я приведу пример из недавнего прошлого, когда уже во группе мы нащупали или нащупывали только новую идею, которую мы сейчас активно развиваем, и было полное непонимание того, что она может нам в итоге принести, существует ли под этим бизнес или нет. Но мы при этом понимали, что если мы будем двигаться в этом направлении, то потребуются колоссальные затраты, трудозатраты нашего R&D, тех людей, которые занимаются разработкой нашего программного обеспечения, трудозатраты наши, там, мои акционеры с тем, чтобы продать эту идею для начала нашим потенциальным клиентам, и впоследствии сделать на этом какой-то ощутимый и хороший прибыльный бизнес, быстро развивающийся. Давайте мы на этой нотке прервемся, на рекламу, и буквально после рекламы с этого интересного места начнем. Хорошо. А у нас реклама на канале ProBusiness.TV. И снова здравствуйте. В эфире программа «Источник успеха». Ее ведущий Алексей Воинов и Елена Сурканов. А сегодня у нас в гостях Денис Чалов, генеральный директор компании «Агрупп Россия». И снова здравствуйте, Денис. Ну что же, давайте продолжим вот этот интересный вопрос относительно того, что ощущение успеха. То есть, вот мы начали говорить о том, что вам нужно было решить там сложную задачу, и… И мы как раз пытались нащупать вот этот интерес со стороны потенциальных клиентов, абсолютно не понимая и не видя еще никаких доказательств, что под этим может быть какой-то бизнес. И понимая, что требуются большие капиталовложения и трудозатраты с нашей стороны. В итоге потратили колоссальные усилия на то, чтобы собрать большую аудиторию совершенно по разным источникам тех людей, которые крутятся в этой индустрии. Это кадры, это люди, которые занимаются… Даже не то, что команду, нам необходимо было протестировать на них свою идею. То есть, безусловно, прежде чем двигаться дальше, нужно понять, есть ли под этим рынок. Собственно, вот это мы хотели решить. Собственно, интуитивно, и теперь это нам нужно было проверить. С одной стороны, интуитивно, с другой стороны, был такой звоночек со стороны рынка, что вот есть такая проблема, и вроде как решения нет. И мы решили посмотреть, действительно ли это так, есть ли такая проблема, и можем ли мы как-то здесь эту проблему решить. И вот этот момент, когда мы поняли, что объем вот этого рынка, он, можно сказать, не ограничен, и никаких конкурентов на данный момент нет, вот это было такое… Было окружение такое, да, наверное? Что-то типа того, да. Это вот как раз такое чувство близкой к эйфории. Ну да, что угадали. Вот мы нащукали, поляна открыта, она пустая, и никто туда не рвется. Эта идея работает за границей, мы потом об этом узнали, но в России нет, пустота, и потребности есть. Соответственно, как раз поступили очень интересно, мы не стали работать с той компанией, которая должна была нам заплатить большие деньги. Мы решили вложить все свои усилия именно вот в это новое направление. Очень большой риск был. Это очень большой риск, очень большой риск, но с другой стороны, я бы не сказал, что это такой неоправданный риск, потому что у нас были продукты, у нас была клиентская база. И были аргументы для начала. Были аргументы для начала. В принципе, за нами еще стоял инвестиционный фонд, который, если что, если совсем плохая ситуация, он, конечно, помог бы. Но риск был очень большой. Риск всегда есть, потому что может появиться фактор, который нельзя учесть. Да. Несмотря на то, что везде вы подстелили соломку, и вдруг все равно что-то случится. Жизнь такая. Это так. Ну, есть интересный момент, о котором, собственно говоря, мы прочитали в прессе. Это, наверное, это ваш проект или направленность, это социальная политика компании по защите и привлечению сотрудников. Я перебью на секундочку, потому что почему вообще мы решили про социальный проект поговорить? Потому что у вас сфера деятельности, она как бы отчасти взаимоисключающая. Ну, то есть, IT-технологии, они, конечно, улучшают качество жизни, они идут вперед. Но они одновременно и ведут к сокращению рабочих мест, к освобождению большого потенциала людей. И, то есть, уже не нужно столько людей на какой-то операции. То есть, мы видим, что это каждый день происходит. Новые системы выводятся, которые часть людей, их функции делают ненужными. И, с другой стороны, управление человеческими ресурсами. То есть, правильное их распределение, мотивация. То есть, мы поняли, что вы трепетно относитесь к коллективу в том числе. То есть, считая, что коллектив это такая самая ценная компания. И вот, наверное, отсюда и рождается посыл о том, что социальная политика компании по отношению к своим сотрудникам является, наверное, одним из главных. Елена, все правильно. Как раз действительно, мы верим в то, что основной актив компании – это люди. Потому что люди принимают решения. Люди приводят клиентов. Люди приводят других людей. Они создают продукты, услуги. Они создают ценность компании, конкурентные преимущества. И мы сейчас делаем все возможное, чтобы помочь компаниям этот человеческий актив развивать. Те решения, то решение, которое у нас сейчас есть, оно продолжает разрабатываться. И мы сейчас с ним как раз активно выходим на рынок. Это то, что позволяет компаниям развивать человеческий ресурс. Удерживать персонал, мотивировать его, повышать его лояльность. И здесь, опять же, необязательно говорить о том, что после внедрения нашего решения можно будет сократить 3% сотрудников. Здесь немножко по-другому. Мы верим в то, что людей можно мотивировать на то, чтобы они работали лучше. Чтобы они видели цели. Чтобы они видели, что их компания ценит. И это мотивировало бы их для еще более высоких достижений. И вот наше решение как раз помогает им в достижении таких задач. А у вас кто-то следит за коллективом, за его чаями, потребностями? Или вы сами этим занимаетесь? Не будем говорить про банальную вещь, медицинскую страховку, хотя она тоже важна. Но какие-то потребности, выездные сессии, какое-то обучение бесплатное. То есть в таком формате кто-то отслеживает эти программы, анкетирование проводит, смотрит, что на рынке происходит. Или вы сами их выдумываете или считаете какой-то... Есть пакет этих программ для людей? Ну, смотрите, значит, здесь надо тогда разграничить. Есть наша компания, есть компания наших клиентов. Соответственно, то, что касается нашей компании, в России это делаю я. Там в других географиях это делает... Человек, который отвечает за эту территорию. Человек, который отвечает за эти географии, да. Соответственно, компания у нас небольшая, поэтому вполне свободно это делаем мы сами. Если говорить уже о наших клиентах, то, с одной стороны, HR этих компаний, они, если знают, какую социальную политику они хотят в компании внедрить, но они понимают, что, например, без специализированного IT-решения это сделать невозможно. Мы в этом помогаем. Есть наши партнеры, которые уже с точки зрения консалтинга позволяют им сформулировать и построить такие социальные программы, которые бы максимально удерживали, мотивировали и повышали лояльность сотрудников. Мы, со своей стороны, обеспечиваем вот эту технологическую платформу, которая позволит это все эффективно запустить и управлять. И советуете им, наверняка, как с персоналом поступать? В том числе. Мы общались, как минимум, наверное, 150 компаний, мы с ними встречались, общались, понимаем, как у них устроены соцполитики, понимаем, куда они хотят двигаться. И вот аккумулируя все эти знания, систематизируя их, мы уже можем, как бы, такие лучшие практики рассказывать HR-ам и тем людям, которые занимаются компенсациями и льготами. Но в развитых компаниях, в принципе, они сами это прекрасно понимают. Но их сдерживает тот факт, что они не могут эффективно эти процессы у себя построить, потому что нет вот этой технологической платформы, которая позволяла бы это сделать. И мы как раз вот эту нишу здесь заполняем. Как раз внедряете им технологию и, собственно говоря, понимание. Это очень важно, что есть какая-то база цементирования, грубо говоря, вот таких разных и абсолютно, скажем, я бы сказал, таких по разной стороне настоящих процессов. Ну а вот, в принципе, вы общаетесь с большим количеством клиентов, потенциальных или тех, которые пользуются вашими услугами. Вот все-таки все ли однозначно понимают, что люди, ну на словах все, конечно, вам скажут, что люди – это наш главный ресурс и потенциал. Но вот насколько действительно это востребовано? То есть все ли компании готовы вкладывать в это деньги, ну, естественно, по мере возможности бизнеса? Все-таки или существует у нас еще достаточное количество, которое считает, что я плачу людям зарплату, и этого должно быть достаточно. И вот как-то коррелировать успех компании от успеха вот отдельных людей можно? Ведь есть какая-то связь? Синергия. Есть HR, которые в большинстве своем понимают, что социальная политика – это важно, почему это важно, какая она должна быть. С другой стороны, есть ограничения, которые накладываются теми же самыми акционерами или штаб-квартирами, потому что мы много работаем именно с мультинациональными компаниями. И вот в рамках этих ограничений они просто могут уже не иметь той свободы внедрения тех социальных политик, которые они хотели бы внедрить. Конечно, они же и для себя их внедряют в том числе. Да, безусловно, это способствует достижению целей HR, снизить текучку, мотивацию персонала, развитие персонала и так далее. Но есть у них бюджетные ограничения, которые накладываются уже, к сожалению, штаб-квартирой, акционерами, генеральным директором. И далеко не всегда они могут их переубедить. То есть, зависит от HR, как бы он вообще такой действенный человек или нет, или так сказать, плывет по течению. В том числе. Но что самое интересное, сейчас количество тех HR-директоров, которые, с одной стороны, понимают важность правильных, грамотных социальных политик и находят возможности внедрить такие политики, их становится все больше и больше. Да, и это действительно очень хорошо, потому что это позитивно сказывается на компаниях. Компании получают конкурентное преимущество, потому что люди более мотивированные, они могут привлекать в свои ряды правильных людей, которые будут способствовать развитию компании. А есть ли какой-то механизм, посчитать экономический эффект от внедрения системы мотивации? Это непросто, потому что здесь есть то, что можно, скажем так, квантифицировать. И то, что квантифицировать очень сложно. То, что можно, это повышение эффективности бизнес-процессов. Увеличение оборотов, прибыли, или может быть даже просто... Снижение затрат. А вот то, что квантифицировать очень сложно, и это, наверное, основная часть того эффекта от внедрения новой грамотной социальной политики, которая поддерживается правильным IT-решением, это повышение лояльности людей. Но опять же, это происходит не сразу. Это происходит на каком-то горизонте. Или просто всему такой процесс, он растянутый во времени. Очень. У нас же все хотят сразу, то есть результат мгновенный. Да. Мгновенно сегодня вложил, не знаю, сегодня мне страховку дал, завтра, условно говоря, получил. Все перестали болеть. Правда же подносил. Денис, у нас, к сожалению, время программы подходит к концу, и вот, несмотря на интересный разговор, совсем в заключении осталось, совсем у нас меньше минуты, какую-то формулу от вас можно дать? Или в виде совета, там, сформулировать в виде одного предложения. Успех – это случай, там, не знаю, люди, кадры, там, ну. Ну, окей, наверное, основное, что я бы хотел здесь сказать, это то, что для того, чтобы добиться успеха, на мой взгляд, необходимо заразиться идеей и делать бизнес на том, во что ты веришь, во что ты реально веришь. Чтобы глаза горели, чтобы ты мог работать круглосуточно и не бояться ошибок совершать. Потому что все совершают ошибки. Если ты не будешь совершать ошибок, ты никуда не уйдешь. Поэтому нужно верить, это должна быть страсть и не бояться совершать ошибки. Спасибо большое. Вот такой интересный был совет у нас от Дениса Чалова. И мы хотели бы сказать вам до свидания. Спасибо большое, Денис, за то, что пришли. А с вами была программа «Источник успеха», ее ведущий Алексей Воинов и Елена Цуркан. Спасибо. 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 Спасибо.